По мере того, как люди все лучше узнают друг друга, начинает работать индивидуальная программа, которая может привести к инцидентам. На первый взгляд такие инциденты кажутся случайными, присутствующие так и могут их описывать, но тщательное изучение показывает, что они следуют определенным моделям, поддающимся классификации, и что последовательность событий осуществляется по негласным правилам и инструкциям. Пока дружеские или враждебные отношения развиваются согласно общепринятым нормам, эти инструкции и правила остаются скрытыми, но как только совершен незаконный поступок, они тут же проявляются. В точности, как на спортивной площадке, где нарушение правил отмечается свистком или криком вне игры. Последовательность действий, подчиняющуюся индивидуальным, а не социальным программам, мы, чтобы отличить их от времяпрепровождения, будем называть играми. Семейная жизнь, отношения супругов, деятельность в различных организациях – все это может год за годом протекать в вариантах одной и той же игры. Утверждение, что общественная жизнь по большей части развивается в форме игры, совсем не означает, что это забавно или что участники относятся к ней несерьезно. С одной стороны, даже футбол и другие спортивные игры могут быть совсем незабавны, а сами игроки – предельно серьезными и угрюмыми. А азартные игры могут завести игроков очень далеко, вплоть до фатального исхода. С другой стороны, некоторые авторы, например, Хойзинга, включают в категорию игр такие мрачные обряды, как пиры каннибалов. Поэтому называть играми такие трагические формы поведения, как самоубийство, пристрастие к алкоголю или наркотикам, преступление или шизофрению вовсе не значит вести себя безответственно, игриво или варварски. Главное, что отличает игры от других видов человеческой деятельности, это не лживость эмоций, а то, что их проявление подчиняется правилам. Это становится очевидным в тех случаях, когда незаконное проявление эмоций сопровождается наказанием. Игры могут быть мрачными, даже смертельно опасными, но социальные санкции следуют только тогда, когда нарушены правила. Развлечения и игры являются подменой реальной жизни и реальной близости. Поэтому их можно рассматривать как предварительные переговоры, а не как заключенный союз, что и придает им особенную остроту. Подлинная близость начинается тогда, когда индивидуальное, обычно инстинктивное, программирование выступает на первый план. А социальные схемы и скрытые ограничения и мотивы отступают. Только настоящая близость может удовлетворить сенсорный, узнавательный и упорядочивательный голод. Прототипом такой близости является половой акт. Голод по упорядочиванию не менее важен для выживания, чем голод сенсорный. Ощущения сенсорного и узнавательного голода связаны с необходимостью избежать сенсорной и эмоциональной депривации, которые, в свою очередь, ведут к биологическому вырождению. Голод по упорядочиванию связан с необходимостью избежать скуки, и Кьер Кегор указывал на те бедствия, к которым ведет неупорядоченное время. Если скука затянется, она начнет действовать точно так же, как эмоциональный голод и может иметь те же последствия. Продолжение следует...